Приветствую вас в продолжении прохождения Crusader Kings за Козельск. Что ж, инвентарь у нас потихонечку, ну очень потихонечку пополняется всякими реликвиями. Одну из них мы собственноручно сделали, другие отжали. Ну, даже получается у нас только одна осталась. Одна, которую мы именно отжали. Так, мы являемся вассалом Хазарии. Ну, не знаю, с одной стороны это какая-никакая крыша, потому что все-таки мы король, а не император. У нас недостаточно сил, чтобы всех тут загасить, особенно если кто-то в союзе на нас нападет. Но с другой стороны меня это все-таки раздражает. И с еще третьей стороны мы все-таки можем попробовать захватить, наверное, титул главного Хазарина. Вот мне подсказали, что есть в ветке управления такой перк, надо посмотреть. Вот, да, в администрат Меритократия. Вам доступны происки претензий на трон вашего Сюзерина. Это очень интересно. Сейчас вот буквально я получу еще интригу, вкачаюсь и, наверное, попробую. Попробую через Меритократию. Какой план будет? Значит, по-моему, я являюсь тайным советником в Хазарии. Значит, у меня колоссальный бонус к возможности похитить главу. То есть я как сделаю? Я объявлю войну ему. Так, правда, тут надо будет 6 лет подождать, пока я его смогу похитить. Но неважно. Короче, так все подгадаем. Объявлю войну, похичу. Скорее всего, успешно. И заберу эту Хазарию себе. А потом как-то постепенно ее переименую в Россию или Словению или что тут. Но пока это лишь план, надо дожить еще до этого, так что подождем. Также у меня вот здесь проблема, что когда вассал умрет, держава потеряет землю, а кусок у него достаточно жирный. То есть мне нужно у него отнимать земли. Я могу это сделать. У него армия мелкая совсем, он подвергается еще и налету. Какие лучшие земли? Я не могу сразу все. У меня как раз есть еще в доме не место. Давай вот это Браслов попробуем отнять. У меня вассала передают. Верховная подводительница Александра. Это кто это? Не совсем понимаю, но ладно, хорошо. Спасибо. Могу еще передать своего сына, наследника тоже. Ну ладно. Так как вассалы, давай у этого уже. Отбирать. Не знаю, сможем ли мы сколько у него земель, мы сможем обнять. Слушай, а я не могу тюрьму просто заключить. Не, он на чеку, потому что у него минус 100 ко мне отношения. Ладно, тогда через титул. Ну понятно, что он объявит войну. Так. Так, ну что, рискуем, значит, с меритократией. Давай в деньги ударимся. У меня же бонусы есть какие-то именно. Да, есть бонус именно к управлению. Так, ну я победил. Без особых проблем. Отлично. А, я у него, наверное, сразу все могу титулы отнять, правильно? Так, этот титул отнял. Что еще? Да, еще он потеряет. Блин, придется у него все отнять. Не, ну офигля. Тем более, что они враги у меня. Так, все, теперь он никто. Продаем его. Сколько у него там? Какие у него навыки есть? Интригант. Не, такого, естественно, советникам нельзя делать. Блин, его бы казнить вообще нахрен. О, я зато стресс потеряю и 6 ужаса получу. Да, надо его казнить. Лучше казнить. Во. Совершилась меритократия. Я не могу сменить обратно на интриги. Там раз во сколько-то лет, можно, не помню, менять. Ну-ка, и что, я могу прямо сейчас уже претендовать? Ну-ка, ну-ка, подожди. Полторы тысячи. Все равно, полторы тысячи. По-моему, у меня уже была такая возможность. Каганат Хазария, Великое Божество Итиль. Ну, конечно, на Каганат надо сразу. Ну, это я буду долго копить. Я, наверное, даже не накоплю. 40 лет, хотя, может, накоплю. Ну, тогда наберемся терпения, наверное. Да, что же делать? Так, у меня новый ребенок династии. За общий спонсор канала. Ну, это дитя династии, получая, блин, это внук получается. Ладно, попробуем. Так, ну, здесь вот можно удобно смотреть, кто вообще замужем. Нет. Наследник тут тоже. О, у меня тут одна есть в расцвете сил, сводная сестра. И что-то она неразумная стеревятница, значит, не за кем. Я бы ее признал. А, она бастард. Ее признать будет стоить престижа тоже 150. Ну, ладно. Так, надо по возрасту найти какого-то значимого. С кем внука это. Или позже это можно сделать, в принципе. В принципе, можно позже, наверное. Хотя вот это вот тоже ему принесет очень много престижа. Давайте, Лана, давайте заранее так вот сделаем. Что-то ее фингал, бедная девочка. Болезнь, блин. Но вдруг он что-то унаследует от нее. Хотя нет, она еще ничего не получила. Лана, время покажет. Вот так вот давай. О, сын. Сын родился. Мак Дэр. Кстати, эта игра предложила в честь тоже самого крупного спонсора канала назвать. Ну, давайте, потому что прошлый Мак Дэр. Подожди, а сейчас ты кто у нас? Хан, Мистер Тат, Мак. Ха, короче, тут все имена на основе того, что я называл генерец. Ну, ладно, пускай будет так. Так, надо его научить. Я не знаю, сколько я проправлю. Возможно, еще долго. Так что, наверное, нужно ребенку дать тоже интриги дам. Потому что неизвестно, вот это вообще наследник у меня вступит в правление или нет. Потому что я еще, возможно, долго, 40 лет. И он, возможно, сам уже старый будет к тому времени, когда... На, вот тут вкладка Совет Сьюзери, она тайный советник. Вот я, мол... Хотя у меня 12, не самое... Слушай, что-то у него сейчас слабенькие, да, в совете. Смотри, даже с моим сравнить советом. У меня тут вообще... Он по блату, видимо, всех не устраивал. Имена... Имена в том числе. Ну, я уже это как хузаид сам уже начал говорить. Так, попробую вот для налета всех собрать. О, действительно, тут могу немножечко Литву пограбить. У них 20 целых монет. Кстати, я что-то должен, типа, получать за набеги престиж? Или это у викингов только так работает? Ну-ка, стоп. Стоп, ёпта. Так. О, ну я... О, я получил престиж. Это за победу в битве, понятно. Так, давайте вернемся. Отлично, деньги притащил. О, это отлично. И еще я там кого-то в плен захватил. Да, конечно же, я их за 50 монет еще и продам. То есть, еще дополнительный заработок. И еще, и еще, и еще кого-то захватил. И тоже я их продам. Потому что город я это, ну, ограбил. Отлично. С налетов. Вот кто говорит там, что только через интриги, через еще что-то. Вот, пожалуйста, в игре масса вообще всех возможностей можно играть. И опять же, результат, блин, еще неизвестно, что имбовее. Интриги, которые там, блин, мне полгода, год надо готовить. И они еще могут провалиться. И вообще неизвестно, к чему там привести. К последствиям, к войне. Или там меня в тюрьму посадят. Или еще что-то, если против каких-то. Или вот так вот через налеты. Но тут как бы у меня уже силушка есть. Поэтому я могу себе такое позволить. Но все равно. Ну, прикольно, прикольно. Я бы на самогите еще напал, но у них армия сильнее, чем моя. А вот у этих, ух ты, еще сильнее, чем моя, да. Так, устрою пир, потому что мне для этой самой... Блин, как же он дорого стоит, это капец. Мне не хватает. Так. Открыть тайный погреб. Отлично. Еще больше престижа. Супер. Так. Все. Так вот, теперь могу еще герцогство завоевать. Давайте вот это вот. 375. У них армия значительно меньше меня. Надо, надо двигаться на юг. Так. Главное, чтобы они за это время никаких союзов не заключали. Но я думаю, нормально все должно быть. Что они тут от меня хотят? Построить потрясающий пруд с карпами. А, ну это престиж. Это правда лучший вариант из возможных? Вы потеряете 15. Строитель сумел вас перехитрить, вы потеряете 50. Так. Поединок умений. Ну давай, поединок умений. Вы потеряли 15, блин. Ладно, сейчас посмотрим. Тихо, главное, чтобы меня еще не фланганули. Первое подозрение. Точно говорю, мой пустозвонный дядя, вождь Кижай, что-то замышляет. Иначе зачем он шныряет повсюду и так странно на меня зыркает? И вещи мои постоянно оказываются не на своих местах. Неужели он забирается в мои покои? Он так мило улыбается. Но я знаю, что он скрывает под этой ухмылкой. Этим должен заниматься мой тайный советник. Мария. Давай, займись этим. Дитя моей династии. О, отлично. Еще один сын. Дмитра. Так, я всех буду в честь спонсоров канала называть. У меня их много. По... Так, начинаю с возрастания. Так, в море обнаружено неопровержимое доказательство того, что в лошке Кижай виновен. Он и Агафья предаются... А Агафьи-то кто? Сестра. Да мне это вроде бы пофигу или что? Или нет? Вы можете потребовать платы за влияние. Тоже, кстати, интересная. И, наверное, я тоже это прокачаю. О, я могу уже, да. Уже могу потребовать. А, у него денег нет. Это, наверное, еще и отношения портит. Это кто? Ваш вассал. Да, пусть платят. Так, и еще. А, у него денег нету, ладно. Так. Могу кого-то... Каких-то узников я тут захватил. Короче, все хорошо пока. Так, в династии я могу что-то улучшить. Вероятность укрепления врожденных свойств. Шанс унаследовать плохие. Шанс минус 30. И шанс получить новые плохие тоже минус 30. Мне бы престиж как-то. Вот мне интересно. Верные магистраты. Прирост контроля плюс 0,2 в месяц. Это, на самом деле, очень много. Это будет везде пассивно он работает. Во всех вообще городах моей держав. Или что? Или только те, которые мне под контролем. Или только те, куда я назначу этого самого управленца. Потому что у меня потом, когда держава будет большая, это вклад на будущее. У меня будет вообще везде постоянная проблема с контролем. Поэтому... Ну, это на будущее. То есть по этой ветке тогда идти. И заодно стоимость проведения охоты и пирок, которые я постоянно использую. Тоже очень много денег с экономой минус 30. С другой стороны, вот к престижу плюс 10% конечно очень мало. Но тем не менее, желанная пара склонна согласиться на брак. Ладно, давай все-таки кровь, блин, укрепим. Так, внезапно, но вот с ней я, наверное... За нее, наверное, наследника, короче, выдам. 11 лет Чара Лахури. Да просто у нее интеллект сразу. То есть даже непонятливый себе интеллект. А у него почему-то, по-моему, это свойство пропало. Мне так сложно его было получить. Так что да, давайте вот так вот. Так, все, я победил в войне. А то меня там какие-то придурки грабят. Отлично. Так, я могу почему-то узурпировать титул. И я узурпирую. Правда, денежек много это стоило. А за что я в тюрьму? Что он сделал? Так это же мой сын. Какого лешего? Что за бред? Может, ему прощение даровать? Где прощение даровать? Потребовать платы, помолв... Где, где? Даровать прощение. Вот, я великий король его прощаю. Да, да, скорее, а то это капец вообще. Все. Так, ну, собственно, вот мне какие-то придурки грабят. Видимо, если я сейчас на одних нападу, да, я так и думал. На меня все остальные придут. Так что я, скорее всего, сейчас согребу. А, нет. Получилось даже их... Это их огрести. И сейчас я вот этих вот под караулю, которые придурки сюда идут. Отлично, все. Я, может быть, даже деньги отбил какие-то. Ну, престиж я так нормально получил. Так, давай начнем налеты тогда. Тут уже... Хотя, знаете, если так это посмотреть, 800 престижа не так уж и много, учитывая, что нам нужно полторы тысячи только на то, чтобы на титул Хазарии притязание. Так что, да, пока что я займусь этими набегами всякими тут. Конечно, я испорчу отношения с соседями, меня все возненавидят, но... Это такие были времена. А что это я их грабить не могу? Что за приколы? Наверное, я в союзе в каком-то. А, да, они же помечены, как союзники, понятно. Извини. Слава, неулови моя тень. Отлично. Так, меня опять в какую-то войну втягивают. Чуть-чуть за войны. Сюзерина, сюзерина. Опа. А вот это вот моя война? Что за мудаки? Вот я говорил, это из-за того, походу, что... Блин, вот козлины, а? Слушай, они родственницы, дочь и соседний правитель. Шанс на плот кровосмешения. Блин, а можно тогда сменить? Заменить это? Засторгнуть как-то можно по молву, нет? Хотя это матрилинейный брак. Ладно, рискнем. Надеюсь, не плот кровосмешения. К тому же, не зря же прокачиваю династию, чтобы дебафы, шансы всякие уменьшить на дебафы. Ну, вон у меня какой, к признанию, плюс 3.37 в месяц. Это очень большой на данной стадии игры еще. Так, слушай, хрен я с ними, походу, я с ними не справлюсь. А, нет, написано, что у них поменьше людей, вроде, не знаю. Что, неужели мне придется еще войска добирать? Я не особо здесь сейчас хотел. Но... Ладно, придется. Чтобы точно не проиграть, а то мне сейчас еще не хватало какие-нибудь разделы дебильные. Так, одного я тут розет расколол. Что значит, вот внутренние дела, эффективность... Вообще, что это, задание? А, это задание, плюс 25%. Да, это важно. Потому что у меня тут постоянно всякие проблемы, окей. Так, вроде бы я побеждаю. Ой-ой-ой-ой, а вот здесь вот, неужели я тоже побежду? Написано, что побежду. Может быть, сейчас немножко оклемаемся? Так. Дитя династии. Михаил Антонов. Написано, что я должен этих придурков все-таки одолеть. Так что я поп... Блин, они там все соединяются, падлы. А, как их много. Ой-ой-ой. Вроде да, вроде как-то отмахался. Так, не зря я лучников все-таки. Вот, тысячу престижа слишком. Они сами на меня напали, еще сами от меня огребли. Вот у них-то, наверное, бомбит. Вообще, чего они от меня хотят-то? Завоевание домина в вождество Менск. Ага, ща, это мои исконные земли. Ну, гады какие. Так, ладно, давай им что-нибудь захватываем тоже. Или мне сначала надо восполнить. У меня, наверное, потерь много. Да, потерь у меня приличная. Так что давайте пока отсидимся. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Тихо-тихо. Мы проиграли войну. Это, наверное, Сюзерина война. Это не может быть моя. Да, это война Сюзерина. Хазар. Так. Мой пленник бежал из моего подземелья. Ну, ничего страшного. Во-первых, созовем охоту. У меня управляющего нет, нормально. Надо кого-то, может, похитить где-то. Реально. В каком-нибудь хорошего управленца. О, какого-то. Правда, шансы что-то на его похищение такие маленькие. Блин. Может, кого-то другого тогда похитить. Но у этого я боюсь у Хазарина. Он меня потом титула лишит. О, Георгий Алоп из Византии. 16%. Но все равно мало, конечно. Ну, и пусть вот это вот поддержать в происке. Сейчас попробуем. Может, кого-то можно будет пригласить. Может, там наберутся постепенно какие-то. Или какие-то ивенты будут на повышение этого. Лис уходит. Мой сын, Верховный Вождь, так рвется догнать зверя, что заметно опережает отряд. Я устремляюсь вперед и обнаружил его над телом простолюдина, из груди которого Верховный Вождь пытается вытащить стрелу. Едва завидев меня, он прячет оружие за спиной. Это все лис, отец, клянусь. Ну да. Скоро подойду за Сталин, и наверняка не потребует объяснений. Блин, а это охереть. Вот что за западло? Раскрывает секрет. Мы должны сохранить все втайне. Тело так и не... Попробуем сохранить все втайне. Это жесть какая-то. Но это апокалипсис. Как бы можно в средневековье приравнять к апокалипсису, по атмосфере, так что... Нормас. Так, а что такое-то? Почему я больше не захватываю эту хрень? Что происходит вообще? Я не понимаю. Так. А, ваша внучка. У меня внучку какой-то падла похитил. Слушай, я не понимаю, что за херня? Почему... Почему я... Почему осада прикр... В чем... Что это? Что это такое-то? И самогития тоже у них в союзе? А, нет. Это Истляндия с ними в союзе. Да. Тут самогития грабит Литву. Пусть грабит. Я не буду с ними схлестываться. Ну, каким-то образом я все равно побеждаю в войне. Хотя почему-то у нас стычки напрямую отсутствуют. Ну, ладно. Тогда просто будем тут отсиживаться. За 17 монет к происку могу одного придурка подключить. Все равно шанс очень маленький на успех. Блин, я самогитии уже справиться не могу. У них-то тут огромное количество войск. Так, проиграл нашему сьюзерину. Короче, я запутался. Война сьюзерина, война сьюзерина. Короче, все. Да, и вражеские эти пропали, с моей территории. В общем, очень-очень мистично. Тут союз у этих литовцев. Так что я их сейчас пока что не смогу разобрать. Блин, ну шанс 27%. Не, еще надо подрастить на похищение. А что вмогательство даст? Интересно. Ну, давай, вмогательство попробуем. А, по-моему, я там этих, своих вассалов что-то шантажировал или что-то типа того. Ну и что это даст? Давайте посмотрим. Вождь Игорь. Ваши вассалы. А у него и так, он меня и так ненавидит. Отдайте все. 100 монет. Да, вы получите 25. Это проявление тирании. Ваши подданные потеряют 10 мнений о вас. А, нет, тогда нет. Тогда нет, он пусть платит. Он и так меня ненавидит. Отлично. Так, наследник с этой может пожениться, пусть женится. Мощный пластинчатый доспех. Престиж. Так, что же вы молчите, конечно. Доблесть. Преимущество в лесу. Ух ты. Копье. Персонажи Верховный Моштор Влеслав. Да, давай, копье лучше. Вот, за 75 могу этого вот... О, все. Теперь шансы есть на похищение значительные уже. Ну, че. Момент истины. Есть. У меня теперь будет крутой управленец. Так, завербовать обращение и влияние. Влияния нет, но обращение... Да, отлично. Отлично. Берегись, Георгий. Или как там тебя? О, шикарно. Управленец... Что-то у него не такая... Я думаю, у него повыше управление, но ладно. Так, Нижняя Силезия. Моя война. Это... Я не знаю, это мне принадлежит или нет, но какие-то мои союзники. Возможно, там все мне достанется. Так что я им помогу. Сейчас отправлю туда войска. Хотя это и... Черт, и где находится. Но... Так, ну все. Мы должны победить в этой войне. Отлично. И что? Это... Это нет. Это какие-то просто союзники. Уже плюс 4 единицы. Помните, было плюс 3 с чем-то. Уже плюс 4 единицы признания. Отлично. Ой, и еще тут одна. А, вот. Да, забыл совсем про бастард, шо? Признать бастарда. 150 престиж. Это фигня вообще. И вот теперь устроим брак. Ваш Волф... Блин. А че, другие варианты есть? Так, мнение прямых вассалов. Вот это на всякий случай можно. Там вроде есть бонусы, типа, если потом у наследников... Как это называется? Короче, если было хорошее мнение о предыдущем проведении, то о следующем чуть-чуть получше будет. Такой бонус даже есть. Слушай, а мне сейчас особо интриги на... Не, не, нужны, нужны будут, да, интриги. Так что давайте к этому. Мне же надо 1500 престижа, чтобы занять главный титул. Так, ну че, Чернигов давайте. Где завоюем еще? Почему нет? Пока их военная мощь уступает нашей. Дело на что-то на меня никто тут не ополчился за это время. Я думаю, справимся. Так, новый ребенок династии. Так, еще в честь спонсора канала Детя Династии называю. Все. Победа. Шикарно. Фух. А че за хрень у меня тут посередине появилось? Сейчас будем разбираться. Так, мы можем узурпировать какие-то титулы. А, теперь мне вассала передали какого-то. Это, короче, тут что-то с вассальским наследованием как-то применительно к Хазаре. У них, наверное, какие-то там законы свои. И, может быть, это как раз война моего сюзерена как-то с этим связана. Так, Литва временно не в союзах. И она кого-то побеждает, сама Гитию. Очень странно, что она ее может победить. Но это для меня шанс. Хотя у меня есть синешаль при Росконтроле, который дает. Так что, наверное, наймем его. О, и личный воитель. Ну-ка. Как раз престиж плюс 0.20 тоже у нас отлично. А то у меня старый загнулся. Так, я победил быстро. Отлично. Блин, что-то я с этими воинами долбанными весь престиж растерял. Так, предмет для пятистала. Кстати, еще залы я не смотрел уже свои. Надо посмотреть. Я все эти отремонтировал. А, копье еще есть литовского народа. Но что-то оно хуже, чем то, что есть у меня. Так что я его перекую просто. Во. Все равно происков нету, так что выучу язык жены. Что она там хоть говорит-то за все эти годы понять на старой столе. А, у меня нет доступа к монаршему двору, потому что мое правительство не феодальный строй и не клан. Понятно. То есть только клан или это. Но это мы должны еще до феодализма дойти. Так, ну у меня тут еще в исследованиях. Но особо ничего у меня такого-то нету. Всякая хрень. Давайте на анагра сконцентрируемся. Нафиг мне бронированные пехотинцы. У меня уже дружинники есть. Да блин, погибать только убийцы, вождь. Ах ты зараза, какого хера. Помешать проискам надо было. Сколько же возлагалась надежд. Вот дают гады, а. Кто же это сделал-то? Ну-ка, сфабриковать рычаг влияния. Может быть можно еще на этого. На соседних королей. И таким образом из них как раз бабло вытряхивать. Ну, туравая кусок отниму. Так, еще одно дитю династии. Так, интриги я полностью здесь прокачал ветку. Наверное в управление вернусь. Вы умерли. I made this. Получилось достижение. Пересекает дверь в мир духу. Возле с 58 лет он умер от остановки сердца. После перенесенных мучений его давно тянуло в объятии смерти. Восходит на трон. Кап-75. Всегда с подозрением относился к окружающим. Подобная паранойя может не понравиться его вассалам. Ох. О, у меня уровень стресса тут большой. Еще меня не любят. Так, нужно срочно охоту созвать. Стрессовая ситуация, зараза. Так, что мне дадут? Стайный советник опять. Отлично. По наследству. Это у сюзеряная, я имею ввиду. Очень хреново, что сына нету наследника. Как такое вообще? Как это, блин? Может туда кому-то передать из династии? Это самое, какие-то земли. Наверное, я так и сделаю. Так. Что это, какие-то земли? Что-то неудобно так. Так, все, я избавился от кучи всяких титулов и прочее. Со многими отношения улучшился. Со многими, но не со всеми. Все равно меня ненавидят. Что же ему надо-то? Претендент на титул. Да, вот мнение предшественники, видите, минус 42, поэтому. Они меня замочат. Я не могу позволить таким чувакам управляться с таким мнением обо мне. Я даже подарок не могу им отправить, потому что, блин, вообще, их место в музее достижения какое-то. Почему у меня происки по убийству матери? Так нельзя, господи. Жесть. Убийство матери, вообще жесть. Наверное, я закажу еще один артефакт. Потому что денег много, а этого нет. Так, и как раз надо посмотреть, чего у меня нет. Венец, либо регалии, либо украшения. Украшения не могу. Нет монаршего двора. Принадлежит один. В смысле принадлежит? У меня нет уже венцов никаких. А, есть. Офигеть, откуда он? Венец персонажа верховный вошь Лех. Мне не ребенка. Максимум вассалов плюс два. О, давай. А вот это вот перекуем. Точнее, этот починим. Отлично. А почему этот перековать не могу? Странно. А, это, короче, украшение, походу, да. А почему я не могу его сюда? Типа, из-за того, что... Что? Странно, но ладно. Итого, у меня остались только регалии. Закажу. Прокачал противодействие проискам, а то мне еще раньше времени чупокну. Покровительство. Сюда, господин. Мой бенефицар Гульшан машет мне рукой широкой улыбкой на лице. Много дней и ночей работала, не покладая рукой, наконец, все готово. Она предподносит мне тряпичный сверток. Я снимаю ткань, глаза мои округляются. Необычный набор регалий неплохого качества. В него входят скипетеры из латуни, уклорашенный гагатом, плащ из шерсти, вышитой нитями из шелка и ожерелья с гагатом. Вы получили регалия козельского народа. Престиж плюс 0.12, мнение супруга, мнение династии. Мелочи приятные, правильно? Пока что хотя бы затычка пусть будет. Так, ну вот, надо, наверное, как-то мне задать титул герцог с туалет 2. Чернигов тоже можно создать, у меня престиж вообще просел. Коля Хамаза, детей от династии. Этот сюзерен в маразме, он хочет, чтобы мой... Вот этот наследник, игрок и сын дипломатии учился вот у этого придурка, у которого... Представьте, когда в дворовый персонажа Каган... Подожди. Теперь подопечный персонажа Тузник. Вот Тузник, у него, короче, 0 дипломатии. Нафиг его. Но он, конечно, обидится за сюзерен, но и фиг с ним. Он в маразме. Надо мне, наверное, казнить всяких придурков, тем более я стресс как раз таким образом потеряю. Я казню и заодно припугнула остальных. Меня больше не одолевает стресс. Ну, мой сын, почему-то мистер Тат. Продолжили, ну давайте. А, наследник вообще дипломатии не должен учиться, так что я там другой ему путь. Ну и на всякий случай, это получается запасной наследник, так что тоже его надо обучать интригам нормально. Кто меня тут грабит постоянно, мудачины какие-то? Смотри, смотри, смотались, смотались, падла. Скотина. Ты посмотри, какая. Сейчас я ее... Ух ты, нет, это они меня, они меня побили. О, мне в наследство Силезия. Ух ты. Где, 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 где? Это вот здесь где-то? Во, да, Белая Русь. Нихера себе в центре Европы. Артефакт булавы без изысков. Я его наследовал. Это как раз, походу, мать, которую он... Ха, понятно, почему он ее пытался убить. Ух ты, жесть. Он хотел поскорее это все в наследство получить. Жесть. Ладно, армию пока распустим, а то опасно. Так, булавы без изысков. Да херня, походу, какая-то перекуюзина. Что-то у меня армия очень-очень большая. Дружинники, бронированные пехотинцы, которые нафиг хуже, чем дружинники. Которых надо распустить. Подожди, у меня вообще... А, у меня... Понятно, еще стрелки добавились. Но стрелки-то ладно, мне советовали, чтобы они были. Хотя, конечно, минуса жесткие. И такую армию разгромили, это охарелись. Ух ты, я еще что-то прокачал в древе династии, наконец-то. Шанс у наследовать плохие свойства. Шанс получить новые плохие свойства, минус 30. Ладно, давайте сильная кровь. Реально прокачаем, чтобы сильная кровь была. Кстати, просела династия, плюс 3, а было плюс 4. Но некоторые поумирали, видимо. Великим вожеством нижней селези и вот этого сделаю наследника. Отлично. Упс, и как раз у меня вакансия освободилась на одной герцог. Своя тут в центре так Минск. Удобно, так что сейчас мы ему... Жук. Ой, а что они такие сильные? Ну, может им не успеют помочь, надеюсь. Офигеть. Да, вражины что-то быстренько пришли. Так что мне нужно будет своих тоже призвать, союзничков. А то я как бы тут не огреб сейчас. Блин, у них 7000, они охерели что ли? Что за фигня? Так они в союзе? С кем они в союзе? Вот с каким-то Сляндии, понятно. Так, может мне его тогда похитить? Не получится в состоянии война убить? Тоже хрен получится. Жопная ситуация. Конечно. Тут даже гор нету, куда бы их можно было заманить. Тут союзнички, вон прибыль. Правда, эти придурки метод уже тоже начинают что-то захватывать. Херово. Что же делать-то? По частям бы их как-нибудь разгромить бы. Опа. Ой, они все сюда идут. Доходу я сейчас войну проиграю. Не, одну выиграл, но как раз вражины. Блин, где союзники чертовы? Хорошо, что я победил. Каким-то чудом, короче, я победил их. Потому что они разделились и не успели достаточно оперативно друг к другу на помощь прибыть. Мне надо захватить скорее эту войну закончить, потому что я ее реально проиграть могу. Слишком опасно. Быстрее, ёп. Все, 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 все. Все. Я причем даже и этого литовского короля, старого мудака, захватил, как оказалось. Может в паломничество отправиться? Отправлюсь, денег много. Пусть тут рядом будет. А, Новгород. Это даже в моих землях он. Ох ты, Истляндия слаба. Сейчас у них никаких союзов нету. Блин, что мне не хватает-то? Как бы мне его, заразу. Чуть-чуть не хватает престижа, могу бы покорить его. Сейчас чуть-чуть подождем. Может, если они не заключатся, я иду туда сделаем их. Пупшик. Пупсик. Только что стал спонсором канала. Ого, я тут записывал. Это приятная такая новость. Спасибо огромное за поддержку. Так. Мой титул Белая Русь. Следующий это Император. И что мне не хватает? А, мне не хватает графств. И королевств можно даже еще. Угу. У меня 23 только. Что за бред? У меня до хрена тут уже всего я думал. Я... Ну, а Истляндия сюда, как бы, она не входит в эти... Но ее бы неплохо, конечно, прессануть, потому что они тут потом единым фронтом. Просто, чтобы убрать сильного соперника. Да. Хотя, с другой стороны, проблема в том, что титул короля, если я получу Истляндии, то есть потом он потеряется при наследовании. Вот в чем проблема. Он потеряется при наследовании. Так что, наверное, мне лучше вот здесь вот что-то сконцентрироваться на завоеваниях. Тут очень много раздробленных всяких. Но в том числе и много всяких союзничками. Так, еще один ребенок династии. Пупсик. Вы получили свойство раздритель династии. Да шоп тебя, ёперный театр. Ну, а что они все в тюрьму-то у меня попадали? Я даже не увидел. Там казнил нескольких, подумаешь. С кем не бывает. Слушай, этот сюзерен меня втянул в какие-то воины. И мне тут какие-то мудаки все захватывают. Офигеть. Тем не менее, престиж это я как вырулил. Смотри, две сто с хером. Я не могу на титул заявить права на титул? А почему не могу? Вы не контролируете хотя бы 51% граф с ДУРФ, входящих в этот титул. А, наверное, я сейчас... Ну, сейчас я интриги скоро доизучаю. Правда, блин, мне уже 46 лет. Ну, ладно, может успею. Так, еще один ребенок династии. Ну, я съедаю тут Переславль. Потихоньку вот сюда вот выйдем мы. Теперь вас называют шкуродер. Ну, я немножечко там поэкспериментировал со всякими этими пыточными. Я решил все-таки не детям напрямую, что мне им только раздавать, а тоже другим челам, каким-нибудь представителям династии титулы. Все-таки Истландия охерела. Она тут в центре захватила. Причем она Киев захватила, блин, самые пахотные земли, куда я хотел столицу потом перенести. Она охерела совсем. Так что, да, начнем мы немножечко под него копать. А именно через похищение. 29 монет, конечно, стресс, потому что жадина говядина. Так. Давай побухает он, а то депрессия. Все, последняя достоинства в интригах и срочно перехожу в управление. Так. Ладно, давай через золото, вот это через меритократию попробуем тоже. Но это на перспективу, чтобы титул императора взять в себя. Ну что, попробуем, подожди, или что? А, сначала войну. Покорение дорого стоит, но... О, и получилось. Четко. Разрабы это не исправили, значит такова механика. Все, плюс один вассал. О, как мы расширились. Киев теперь наш. Супер. Так, ну а теперь старый перешник. Им займемся. Нашим этим... Патроном. Меня тут грабанули, а что, охерели, что ли? Я сейчас их грабану, так что они, блин, вообще... А, хотя может и нет, кстати. Там у них 5000 армия. Даже не знаю. Ну, вроде бы справляюсь. Так, еще одно дитя династии. Да, разгромил эту чертову армию. Вот тут. Раву. Проро. Так, ну что, старый перешник. Теперь мы поговорим с тобой. А че такое? Вы не контролируете хотя бы 51 графста. А-а-а-а, я подожди. Подожди. Я не успел, наверное, меритократию вклачать. Да, блин, я не успел. Давай, давай еще немножко перенесем. Да, отлично, может успею. Жену переключил на управление доменом, потому что у меня почему-то просело управление на единицу. Возможно, возрастное. Возможно, возрастной маразм какой-то. Почему-то постоянно герцогство Минск и Курляндио, по-моему, я уже создавал. Они уничтожаются. Что-то их заново надо создавать. Не знаю, что такое. Так, наконец, Эдисона я сейчас тут снесу. Так, еще один подписчик-зритель. Отлично. Сразу его выдадим. Ой, сюзерина у меня сменилась. Этот старик уже все. Так что... Сейчас мы... Что там? Похищение. Окей. Достоинство жизни меритократию. Отлично. Так, и все-таки, и все-таки. Я могу теперь это претендовать? У меня дохрена просто... Заявить права. Все равно вы не контролируете хотя бы 51%. Тогда смысл. Тогда смысл в этой херне. А, подожди. Может, так это происки сказано. Я туплю. Может быть, заявить права на трон. Да, 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 да. Значит, это происки. И как раз у меня двое происков. Возможно. И сколько претендовать на трон? 20 месяцев. Ладно, это... Ладно. Ладно, понял. Все, должно сработать. Во, претензии на трон. После многих трудов. Пора представить найденное мной доказательство того, что я являюсь законным наследником державы Каганатхазария. Наследуя власть через давний династический брак. Ставь у меня на пути, Хатун Сибель предстанет обычным узурпатором. Скоро Хазария будет 90%. Скорее всего, все получится. Еще через 9 месяцев я ее похищу. Отлично. Претензии на трон, по идее, есть. Никто не верит моим притязаниям на державу Каганат. Да ты что, 10% сработать? Хотя записи о браке между династиями, никогда правившей династией Хазария, есть. Короче, были признаны недостоверными. Никто не узнал моей причастности к их созданию. Зараза. Я подожду сколько нужно еще. Ладно, подождем. Ох ты, падла, как я. Так, ладно, я пока не буду на Киев зариться. Сейчас надо с Хазарией разобраться. Претензии на трон. Ну давай, 90%. Ты что, угораешь что ли? Даже 5% там написано, махинации раскрыты. Наконец-то ни у кого не остается сомнений в законности моих притязаний на державу Каганат Хазария. Хотя отдельные подробности давнего династического брака канули в бездну времени, нет причин сомневаться о его достоверности. Даже Хатун в Сибели признает законность моих притязаний. Теперь ничто меня не остановит. Даже она признает. Нифига. О. Так. Устроить брак. Нет. Вызвать соперника. Ай-ай-ай. Ух ты, нихера. У них доблесть 18. А у меня 21. У меня побольше. Ну, это, конечно, по-тупому будет. По-тупому. Я солюсь, мне 56 лет, а ей 57. Слушай, это битва равных. Ну-ка, а что еще есть? А где эти... Она же мой этот. Почему нету сюзерен? У меня есть претензия на титул. Ну... Королевство Рутенью даже могу создать. Но пока денег не хватает. Короче, я могу Хазарии объявить войну. Либо, ну, за этот Каганат. Либо за независимость. Естественно, я за Каганат объявлю. Но для этого надо сначала нам ее еще похитить. Это через 7 месяцев. Ладно, ждем-то, да? Вы оттратили артефакт Велес. Украшение. Какое-то, короче, событие было. Так, ну... И фиг с ним. Волчок я не могу до сих пор использовать какой-то бак, что ли. Или, не знаю. Так, ну, 85% шанс ее похитить. Так. Претензии вашего персонажа. Отлично. Скоро она будет в моей власти. Есть. Все, вот так вот решаются вопросы. Ну, еще бы. Я у нее был тайным советником. То есть, куда реалистичнее. Теперь мне предстоит решать, каким путем направится царство, что оставила после себя моя соперница и вассал, предзадительница Сибирь. Я стою перед моими вассалами, примеряя новую крону. И оглядываюсь. Я уже предвижу великие свершения. Я теперь великий император. Так, надо... Она у меня в заточении или нет уже? А где она? Что с ней? Потребовать обращения. Но ее лучше устранить, конечно, да. А то такого этого оставлять. Наследник. Слушай, или нет. Или ее лучше не устранить. Ее лучше заставить отказаться. Я ее могу заставить отказаться? Сейчас узнаем. Вот претендент и предводительница Сибирь. Да, надо ее как-то... Заключить в тюрьму я ее не смогу. Сфабриковать рычаг влияния. Устроить брак с кем-нибудь из своих тоже не могу. Хотя, блин, почему я не могу? Она это самое. Ну ладно. Заключить в тюрьму тоже не могу. Да, надо на нее однозначно тогда что-то подкопать. Какой-то рычаг влияния. Потому что она опасная. Ну все. Теперь я таким образом и не потеряю ту Истляндию, которую я получил. Потому что у меня высочайший титул императора. О, у меня даже 6 теперь владений может быть. 15 монет, 6 престижа. Очень круто. Так, фракция сепаратиста. Тут что-то под меня копает. Надо тоже на них накопать. Рычаги влияния. Когда есть рычаг влияния, оно мешает им создавать фракцию. Ну что, в общем и целом, 57 лет, я думаю, неплохо. А потом, когда мы завоюем достаточно земель, мы сможем основным титулом сделать империю России. То есть это не проблема. Вот империя России. У меня уже больше половины требуемых графств есть. То есть у меня будет 2 титула империи. И я просто могу один из них сделать основным. В принципе, основная сложность, наверное, с одной стороны позади. С другой стороны, не знаю, всякое может случиться после смерти правителя. Ну, как бы, ладно, посмотрим. С одной стороны, можно на этом закончить продолжение. С другой стороны, можно снять продолжение. То есть либо прохождение закончено на этом, либо продолжение. Ну, посмотрю, подумаю. Все. Вот и видосику конец. Кто лайки ставит, молодец. Продолжение следует... Продолжение следует...